всем привет очередной скучный обзор об давно известном наборе инструментов омбра 108 предметов вот он упаковочка его на и название набора по мт-108 с описание его содержимое вот гарантийный талон с ним идет пожизненная гарантия профессиональных инструментов отметок меня никаких нету я и не уточнял магазине по поводу гарантии этой потому что я знаю что соблюсти все требования я не смогу потому что не приставить куда-то вороток не долбануть по нему молотком это просто я вообще не представляю для себя такого чтобы так обошел такой момент то есть использовать как выкладка и для меня это как здрасте поэтому вряд ли мне кто-то что-то по гарантии будет это менять так цена набора 8450 рублей покупала в городе тара конец декабря 2020 посмотрел на сайте все инструменты после покупки такой набор стоит 9100 там с копейками рублей то есть тут на нам давно лежал поэтому него такая цена гораздо меньше из подобных наборов из более менее известных стелс мы нашли за 6 500 самый дешевый там не было вот этих вот головок не было торкс набора головок торкс от е4 до е24 тут то есть добавить этому стелсу набор таких головок тут тоже цена подрастет почти до такой же еще что-то набор какой-то похожий я видел такой более-менее понравился но там были головки двенадцатигранные здесь головки шестигранные то есть я хочу себе шестигранные головки для старых зализанных болтов там говорят 12 грамм удобно ткнул и она попала но ничего страшного чуть повернул и это попадет так что про гарантийные случаи вот есть тут уж косячок там ну и мы посмотрели наличие всего и все вот хром маленько облез там ржавчина была видать изначально обработка была плохая было замечание смотрел что остаются медные следы на кейсе почему-то хром нанесен или кто тут никель хром никель на медь мы все со школы знаем что гальванирование проводится на медную основу независимо на металлические либо на какие-то другие элементы на пластиковых всяких близкучих этих под хромом всегда будет медная основа так провел я тест пытался провести кое-какой тест но не стал на разрушение совсем уже испытывать жалко мне новый набор не раз я еще ничего и вообще не делал честно и после теста вот видать у меня этот хром никель или кто он там повреждение ион и вот воротка здесь развальцован край получается вот видать это вот это вот накаткой рифлением этим ну конечно же все уже из царапана то есть он товарный теряет моментально если вы будете работать по-настоящему то не надейтесь что ваш внук через много-много лет будет свою седую бороду брить в отражении вот этих вот головок все это короче зацарапается облезет в первое время нужно его беречь от цыган и от сорок то есть блестит он вот вообще смотрите как красиво так что я отношу к недостаткам этого набора шестигранник аж 14 у него хвостовик восьмерка то есть аж 14 это будет пробка какая-то сливная где-то с резьбой 18 22 вот так вот где-то в этих пределах если пробка новая новое кольцо уплотнитель затянуто определенным моментом тут скорее всего отвернете если поведенная резьба плюс какие нитки намотанные кольцо там мятое перемятое зажатое арматурины заточены под шесть граней то скорее всего биту эту сломаете даже как биту аж 12 десятка думаю выдержит что хотелось бы что вот этот хвостик хотя бы был 10 на 10 вот такой вот головочкой вороточек под нее вставляется и все прекрасно держится там внутри п-образная такая буквой п пружина стоит тут и она прекрасно держит эти биты такой же нам под маленькие биты под квадрата 14 такая же головочка это все замечательно все отмечают что вот есть головка это одна и есть биты то есть раз битая вышла из строя там сломалась залезалась ты и выкинул купил новый вложил что преимущество перед вот такими вот битами которые впрессованы в головку то есть вот такие они уже не меняются ее отсюда выпрессовать это я хрена узнает что надо сделать и потом запрессовать да как бы преимущество но и том же время недостаток вот от головки посмотрите какое расстояние вроде тут 45 миллиметров но все равно где-то эта длина вот это бита деток выиграет все равно в каком-то ограничено пространстве плюс вот это вот место она гораздо тоньше чем у этой головки то есть это вы пролезете вот это дальше и лучше так вот это крафтовские биты они если честно послабее будут вот этих вот омбра провел я тест этих бит филипс 2 это с воротком т-образным я на заворачивание на редукторе болгарки интерскол завернул болт и у болта поплыли шлицы вот эти вот грани то есть бита выдержала то есть бита прекрасная сл 6 половиной у меня чуть поплыл шлиц ну общего чуть-чуть повело ну и опять же бот был советский и до талого пока болту не оторвало шлиц короче принципе биты крепкий так взял набор специально чтобы удлиненные головки мне нужно будет при ремонте головок из недостатков и недостатков опять живот вызывает у всех восхищение вот этот вот предмет даже два их предмета вороток и удлинитель получается еще один вороток он и не удлинитель и не вороток потому что если вам нужно удлинитель вот такую длину воротка или как правильно назвать крутить вам его нечем только гол трещотка 72 зуба то есть это не силовой ключ не силовая не вороток вы такой какой-то мелкий крепеж и можете то есть дополнительно нужно будет иметь вороток под это отдельно будто чемодана лежать ну а так принципе все прекрасно головки на головках ударение остаются вмятинки и внутри остаются вмятинки вот белый обитый романа 9 тоже остаются вмятинки но надеюсь тут по жизненной гарантии тут все соблюдено вот этот вязкость и прочность на разлом вот так омбра видно удлинитель короткий вороток шпильки на 18 меня не болты называется евро а а уем а не а а а а а а а а а нет а 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 что а и а а Вот терраса. Так, открутил я всего одну гайку. Гайка стояла, сама точка, короче. Вот так вот, что-то, мянь, чувствую, это омбру не осилит. Короче, не будем мы ломать омбру. Нихуя, с такими задачами я вряд ли справлюсь, что боюсь я сломать этот наборчик. Наверное, задача не посильная для него. Спасибо. Спасибо.